На встрече с журналистами сопредседатель партии Захар Прилепин раскрыл политические планы своей команды. Партия ставит перед собой задачу повысить уровень культуры и вести цензуру в СМИ, а также провести контрреформу в системе образования. Еще одной важной задачей в социально-экономической сфере лидер политического движения считает уравнение базового дохода граждан. Также писатель активно предлагает вернуть нашему городу историческое известное во всем мире название Сталинград. В ходе пресс-конференции политик поделился своими впечатлениями о Волгограде, а сложную скульптуру «Родина-мать зовет» сравнил с советской цивилизацией. Это сложнейшая система, опыт которой реанимировать невозможно, но можно реставрировать и ввести в жизнь. Те полутора суток, которые мы непрестанно разъезжаем по городу и наблюдаем здесь те или иные виды, общаемся с местными людьми, конечно же, то, что я видел, это замечательно. Ну, просто вдохновляюще, по большому счету, потому что, во-первых, для меня вообще сама по себе тема Нижней Волги и Нижнего Дона, она важна для меня не только как для русского человека, как для патриота своей земли, но и как для человека, который так или иначе пишет об этих землях, в том числе о Волгоградской области. Продолжение следует... Продолжение следует...